90, 92, 95, 107, 108, 109, все, сейчас я покажу, поняли, насколько она сильно прогрелась, как вам, что скажете, то есть, вот вам самая настоящая сковородочка, вот так вот, БТГ, камин, этот аж синий, настолько сильно прогрелся, видите, что провод отпаялся, припой отпаялся, значит, температура плавления олова 231 градус, больше, чем, я говорил, 120. Всем привет! Не так давно, но как, можно сказать, давно, где-то 6 месяцев тому назад, мне один подписчик, никак руки не доходили, выслал вот такую вот лампу, ГИ-33Б. Вы не поверите, я просто, сейчас я по ней, о ней расскажу более подробно, скажу, для чего, то есть, раньше я на лампах ГУ-81 сделал вот такой вот камин. На лампах отопительный прибор или калорифер, как хотите, так его и называть. Сказал, как я свернил, 20 дырочек, и сейчас будем... Вот такая конструкция. Так, это нужно закрепить, мы его слегка пропаиваем, снизу, вот она. Можем видеть, и там внутри стоит лампа, так, вот это вот, пока я запущу без вентилятора. И что сейчас ничего не замкнет, и не сгорит. Сейчас я покажу, как лампы работают. Вот, две лампы здесь, мы можем видеть. Так, температура поднялась до 40 градусов, 48 и продолжает расти. 61 градус, температура продолжает расти. 72 градуса, и температура продолжает расти. Которым я пользовался всю прошлую зиму. Сейчас я решил попробовать с других ламп, советских ламп, вот, в принципе, вот с такой лампы. Это генераторная лампа для усиления высокой частоты. Знаете, сколько здесь серебра? То есть, вы можете посмотреть в каталоге, я поставлю маркировку этой лампы, 33 грамма. Все остальное это медь, ну и чуть-чуть диэлектрика, керамики. Вот это все медь. Это не напыление, это именно само чистое серебро 999 пробы. Сейчас я вам покажу, сколько она весит, эта лампа, чтобы вы понимали. Здесь такая еще ручка была, но она пришла отломанная. Вот так вот она цеплялась. Вот так она вставляется, и здесь такая ручка вынимается. Значит, смотрите, сколько весит вот эта вот лампа. 1 килограмм 900 грамм. Это чистые меди. Плюс, а, минус 33 грамма серебра, ну и может грамм где-то, может 50, может 100. Где электрика, керамики. Насколько бывают удивительные и щедрые подписчики. Некоторые просят, типа, верни мне денег, те, которые он не высылал. Я потом в конце расскажу, как один мне писал, типа, верни мне 4,5 тысячи рублей, я тебе, мол, когда-то высылал. Я потом расскажу историю, как это все. То есть, представляете, да? Я просто в шоке. Сейчас, смотрите, значит, что мы сделаем. Температура, рабочая температура анода, вот это анод, 150 градусов. Мы в прошлый раз, я вам демонстрировал, вот, ГУ-81 лампы, они нагревали вот эти медные трубки до температуры 70 градусов. Это фактически, как мини-такая сковородочка, которая, можете ставить сюда яичницу, и будет готовиться яичница. Я потом продемонстрирую. Естественно, все, не все сразу. Катод нагревается до 120 градусов. Представлять, это фактически вам БТГ отопление. Бесплатное, то есть, рассеиваемая мощность вот этого генераторной лампы 700 ватт. Оно выдает 700 ватт тепла. Потребляет эта лампа? Сейчас я все покажу, сколько. То есть, она выдает в 4 раза больше коэффициент эффективности ее, чем она потребляет. Вот у меня есть вот такой вот блок питания. Я где-то год назад купил на Алиэкспрессе. Честно говоря, я им же, ну, видно по нему, юзаю очень жестко его. Использую где только можно. Даже, наверное, уже больше, чем вот, может полтора. Но давно я купил вот такой блок питания, кстати, рекомендую. Очень ценная вещь, незаменимая. Выдает стабильно 24,3 вольта, 6,25 ампер. Сейчас я покажу, как эта вся система работает. Так. Кстати, у меня есть также крутой стрипер. Я его также купил уже год назад где-то. Пользуюсь им день через день. Очень, кстати. Один из лучших, который стоит копейки, где-то, по-моему, 9 или 10 долларов. Точно не помню, ссылочку поставлю на Алиэкспрессе. Ну, честно говоря, настолько он удобный, но настолько крутой и настолько удобный стрипер, что вы просто прозреете. Рекомендую, кому интересно. Блин. Просто даже вот когда он придет, и вы возьмете в руку, чувствуется, что вещь качественная. Просто обалденная. И паяльничек я тоже прикупил. Офигенный. Ну, вот. Такой маленький, удобный. Нагревается просто моментально. Пропаивает. Я, кстати, пробовал паять. Учитывая то, что здесь очень огромный сильный теплоотвод в этой лампе, пропаивает мгновенно. Сейчас я покажу, чтобы вы поняли, что паяльник просто офигенный. Стоит тоже копейки, недорого. С регулятором, смотрите, если кому-то интересно. Пользуюсь тоже день через день. Регулятор температуры. Вот здесь. И пропаивает. Сейчас просто увидите. То есть, видели, да? Прогрев идет моментальный. Буквально за несколько секунд вы его прогрели и пропаяли. Сейчас я включу вот эту лампу. Просто, когда смотрю на нее, она настолько приятная. Даже в руках. Просто вот это вот чудо, видите, смотрите. Она, конечно, не очень. Чуть-чуть она такая помятая. Сам радиатор. Но, в общем, состояние отличное у нее. Так. Проверяем. Работает ли нить накала. Ее не включал еще. Это будет первое мое включение. И, в принципе, сам блок питания. Сейчас посмотрим, сколько блок питания. Покажу вам, сколько блок питания жрет на холостном ходу. Два ватта. Честно говоря, это очень и очень отличный показатель. Холостой ход этого блока питания всего лишь два ватта. Теперь. Сколько же жрет сама лампа? Сто. Видим. Тридцать шесть. Сто. Сто тридцать три. То есть, показатели падают. Я так понимаю, когда она прогреется, показатели упадут. Рассеиваемая мощность семьсот. То есть, это получается где-то в пять раз. Коэффициент эффективности вот такой вот лампы. Представляете? Вот эта мини-сковородка семьсот ватт. Рассеиваемая мощность выделяет. Итак, вот у меня термодатчик. Он показывает сейчас. Я его только принес. Показывает 12 градусов. Ну и ставим сюда. Я поставил эту штучку на подставочку. Сейчас посмотрим, что он у нас покажет. Смотрите, как растет температура. 40, 46, 50. Видите, да? Просто по сумасшедшим. 60, 70. Боюсь, чтобы не сжечь. 90. 92, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 109. Все. 110. Потребление. Смотрим. 106, 107 ватт. Понятно, да? То есть, это микро, ну, мини-камин. От него такой жар идет, что просто ужас. Прогрелось очень сильно вот это вот. Да. Смотрите, сейчас я... Сейчас я покажу воду покапаю, чтобы вы поняли, насколько она сильно прогрелась. Как вам? Что скажете? То есть, вот вам самая настоящая сковородочка. Вот так вот. Такая вот вещь. Вот вам. БТГ. Камин. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но факт остается фактом. Если вы думаете, что я налил туда воды, но там сгорело, ничего подобного. Как потребляло? 106 ватт, 107, 108. Но оно прыгает из-за того, что в сети напряжение прыгает. То есть, так оно и потребляет. Все, теперь будем мерить. Этот аж синий настолько сильно прогрелся. Видите, что провод отпаялся. Я не знаю, сколько градусов, но очень много. Смотрите, видите? Припой отпаялся. Значит, температура плавления олова 231 градус. Больше, чем, я говорил, 120. И потребление всего лишь 100 ватт. Понимаете? Так, ну что? Померяем, сколько. Какая температура. Блин, оно обжигает. Унижать вообще очень. А, бляхо, начал все. Уже даже перчатки прожигает. В данный момент температура вот этого анода с радиатором 90 градусов. Это то, что я достиг. Но я думаю, что она гораздо выше. Видно, да? 90 градусов, 91. И продолжает расти. Хотя я уже его отключил. Он уже не работает. Тем не менее, эта лампа нагретая. Вот оно расплавилось. Значит, вот это вот катод нагрелся до температуры 230 градусов, поскольку оно расплавилось. Ну, вот такое вот. И потребление мы видели. Было, когда стабильно стояло, то было 100 ватт. Оно дошло до сумасшедшей температуры. И было потребление 100 ватт. Эта штука аж посинела. Почему? Потому что здесь нету теплоотвода. Из-за этого вот эта штука, она ж стала фиолетовая, посинела. Ну, то есть, видим. Даже сейчас здесь, я думаю, температура выше сотки. Хотя оно уже минут пять, как отключено. Вот, 56-57, погнала температура. Видим, растет. Причем очень. Уже 85, и продолжает 87, продолжает расти 90. Видит, да? Оно отключено, то есть, провода отключены. И продолжает расти 96. Сейчас будет 100. 100. 101. 102. Видим. Все, сейчас выключится термометр. Он 110 максимум. Все. Пошел, отключился. Все, 110. До сих пор эта вся система прогоретая.